Сегодня 26 октября, но этот ролик выйдет позже, потому что я сначала прокручу те ролики которые снял ранее, а этот выйдет позже, ну так иногда бывает. Почему я показал какое сегодня число? Потому что сегодня событие у меня, я решил его отметить. Вот я, Александр Док. На самом деле Док это мой псевдоним, моя фамилия настоящая Ярышев, то есть в честь отца. Не в честь отца, а по отцу. Бурдушки спят. Знаете, земляне, я начну издалека, один человек как-то мне предложил 10 миллионов долларов. Говорит, хочешь? Я говорю, ну конечно хочу. А взамен что? А взамен, ты завтра не проснешься. Я говорю, нет, тогда я хочу лучше проснуться. И вот просыпаясь каждое утро, я понимаю, что я получаю больше чем 10 миллионов долларов. Поняли меня? Чего стоит утро? Услышали все-таки? Хотел без вас немножко снять репортаж, но вы услышали. Я там вам угощение приготовил. И что за событие сегодня? 15 лет назад из моего дома, ну я жил в коттедже, пропала фотография. Единственная фотография моего папы была. Там он сидит на руках у своей мамы. И написано сзади. Ленечке полтора года. Ленечке, значит, его звали Леня. А я, соответственно, Александр Леонидович. Вот. И это фотография. И что ты крутишься? Ты 15 кругов уже сделал вокруг меня. Ты что, хочешь мне закружить голову, чтобы я упал? Да? Ты этого хочешь? О, потянись. И вот она таинственным образом, эта фотография исчезла из коттеджа. Супруга, когда я жил с Анной Леонидовной, красавиной, сказала, что ты вынес и кому-то ее отдал. Ну, я не помню этого. Я никому не отдавала. Фотография исчезла. Я все перерыл. Ее не стало. И связь моя с отцом прекратилась. То есть, ну, была единственная связь, это фотография. И все. И осталась только эта фотография в моей памяти. Отца я никогда не видел. Он меня тоже никогда не видел. Ну, фотография есть. И вот, о чудо, спасибо вселенной. Сегодня эта фотография нашлась. Галя присылает ее мне сегодня на WhatsApp. Эту фотографию. Сейчас я ее покажу. Достану. И покажу. Вот она. Видели? Это мой папа. А это его мама. Моя бабушка. Как зовут ее, я не знаю. Но самое интересное, что... Галя говорит, что она на меня похожа. И я это признаю. И все, кто видел эту фотографию, говорят, да, похожа. Еще Галя говорит, что... А твой отец, ну, и Миша тоже похожи. Миша похож, получается, на своего деда. В детстве он такой же был. Ясно вам? По этому поводу я решил вас угостить. Да, еще одна фотография. Когда мы жили в хате, на улице Мира, 200. Галя прислала фотографию. Миша нас снимал. Сейчас я покажу эту фотографию. Вот она. Галя. Счастливая улыбается. Анна Леонидовна. И я. Молодой. Волосы еще черные. Залысины нет. Вы уже все пронюхали, что есть угощение по этому поводу. Да, Мирка? Мира. Нетерпение? Терпите. Я вам 15 лет ждал. И вот Галя говорит, оказывается, зять, бывший, ну, бывший ее муж, утащил фотографии из коттеджа, ее, и прихватил эту фотографию с моим папой. А потом он отдал их. Отдал Диме, а Дима передал Галю, а Галя мне уже. Вот она. Фотография нашлась. Это повод нам съесть вкусняшек. Мы не будем мелочиться. Значит, сначала мы съедим по сосиске. И никаких вам жопок. Вы же помните, что у сосиски есть две жопки и серединка. Марсик, ты ж чувствуешь это? Марсюшка, ты же смакуй, смакуй. Чего ты так спешишь? Мирка, все, что ли? Вдохнула? Марсик сначала одну жопку откусил. Теперь серединку. А, нет. Да, серединку. А потом будет до второй жопки добираться. Я им никогда не давал по две жопки сразу. Я им всегда давал по одной. Так, Мирочка, это теперь блинчик тебе закусить. Ты прожевывай. Марсик он здесь прожевывает, пережевывает. Они даже колбасу. Вот Берчику бы дать эту колбасу. Нет, это Марсику. Это Марсику. Сейчас он колбасу съест. А то, когда приходит к нам кто-нибудь, и говорит, не укусит. Я говорю, да они колбасу есть не смогут. Им надо фарш переводить, чтобы они ее пили колбасу. А то он вас укусит. А вообще, знает, что такое кусать этот Марсик или эта Мирка? Ну, обладать могут, да. Зацеловать могут, залезать. Марсюшка, я тебя жду. На. Блинчик тебе. Вот, земляне, такое событие. Сегодня у меня нашлась фотография. Я, честно говоря, очень даже рад, доволен. И когда посмотрел фотографию, где мы с семьей, тоже у меня как бы на душе стало тепло. я решил этот день это что лапой обозначать? Ты мне показываешь туда, хозяин? На. Теперь вам хлебушек. Перед колбаской вот еще домашняя колбаса. Я же сейчас колбасу не ем. Свинину тоже перестал есть. Хлеб тоже не ем. Вот. Все, вынес из дома термоядерные продукты. Мирочка, это колбаска домашняя. Марсик, и тебе домашние колбаски. За папу моего. А это сырочек. Да не спешите вы. Вы всегда спешите. Куда вы торопитесь? Все будет ваше. И колбаса. И все остальное. Когда я держу в руках колбасу, они как будто бы загипнотизированы. Смотрите, мирка. Какое нетерпение. Ты лапкой так махни. С ними можно делать все, что хочешь. Вот угощения мои закончились. А батончик вам будет на потом, на десерт. Ну что, земляне, я думаю, что вы тоже разделили со мной радость того, что ну не нашелся мой отец, но нашлась его фотография. А для меня она дорого очень, эта фотография. Потому что это единственная связь с моим отцом. я благодарен, что так все произошло. Мы начали с Галей гадать, как он ее забрал, Рома, почему, ну ее муж, как она у нее очутилась. Она говорит, пап, это не важно. Что важно? Важно, что фотография нашлась и она у нас. Поэтому, как говорил Козьма Прутков, зри в корень. А корни одно. Фотография вернулась. Это и есть главное событие. А все остальное, промежуточный этап, они не так важны. Ну и как говорит Галина Галиновна, осень. Продолжение следует...